Соседи рассказали, что языки пламени, которые вспыхнули в одной из комнат, стали видны уже из окон квартиры. Пожарные прибыли на место в считанные минуты, но попасть в квартиру смогли лишь выломав металлическую дверь. Из заполненного дымом жилища спасатели сумели вынести мужчину, а его супруга нашла в себе силы дойти до кареты скорой помощи самостоятельно. Ну люди выпивали, постоянно практически. Сын у них лет 14-15, ну вроде нормальный парень. Сына хозяев жилища искать не пришлось. Оказалось, что некоторое время назад он переехал в другую квартиру. За короткий срок пожарные потушили огонь и осмотрели одну из комнат. Нашли источник возгорания. Им оказался старый диван. Тлеющий каркас мягкой мебели через окна был выброшен на улицу. Ну не знаю, уснули, может сигаретой, скорее всего. Традиционно, да? Да. Потому что они вывели их, они пьяные были, еле-еле. То есть сосед с первого этажа услышал, что она что-то плачет, дым пошел. По предварительным данным, как мужчина, так и женщина успели сильно надышаться дымом. Однако медики полагают, что сейчас их жизни ничего не угрожает. Квартира погорельцев пострадала в большей степени от дыма и копоти. Получается, что в этом случае свою роль сыграла как и внимательность соседей, так и своевременный приезд огнеборцев. Искандер Тулбаев, Ольга Лаврова, Александр Царьгородцев, Эфир 24. Райдонова. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале Эфир.